Донбасс Донбасс Читаем между цифр Какой бюджет написал Кабмин и как его хотят перекроить депутаты Лечение за 3-9 земель Почему украинцы остаются без больниц и когда начнется обещанная реформа здравоохранения Донбасс Как прожили последние 7 дней Украина и мир, говорим далее Это подробности недели, я Алексей Лихман, здравствуйте Вынуждены начать сегодня с чрезвычайного происшествия в США Там снова взрывы Один в Нью-Джерси на пути многолюдного марафона Второй накануне поздно вечером прогремел в Нью-Йорке, в Челси Самом оживленном, пожалуй, районе мегаполиса Там пострадали 29 человек Один из них находится в тяжелом состоянии Мой коллега Дмитрий Анопченко сейчас на месте трагедии И он выходит с нами на прямую связь Дмитрий, я... Нет, нет сейчас у нас связи с Америкой, но все-таки не близкое место, да Мы продолжим, мы поговорим об этом обязательно немного позже Ну а сейчас к другим, к темам этого выпуска Как миру отвечать на подобные вызовы, произошедшие в Америке, я имею ввиду И как вернуть мир на Донбассе, на этой неделе обсуждали в Киеве В столице прошел уже 13-й саммит ЕС Второй, кстати, который проводят в столице Очень представительный по составу участников А до того к нам прибыл настоящий дипломатический десант Глав МИД Германии Штанмайра, Франции, Эро и Великобритании Джонсона Одного из идеологов Брекзита Обсуждали минские договоренности и ситуацию на Донбассе Как далеко там до мира Штанмайр и Эро увидели, кстати, собственными глазами Они вместе с Ириной Геращенко и Павлом Климкиным слетали в зону АТО Как дипломатический десант Весь мир облетели вот эти исторические кадры Пресса уже назвала их героев голубями мира Но все не так гладко Неожиданно для Киева прозвучало очень много жестких и даже болезненных заявлений О посылах Европы мы и далее поговорим с нашим европейским корреспондентом София Гордиенко Она выходит с нами на прямую связь София, я тебя приветствую Скажи, после этого визита было много споров и разговоров в украинском политикуме Но что остается в сухом остатке? Какую позицию Европы мы имеем сегодня? Итоги всех этих встреч и поездок можно свести к одному слову Перезагрузка Политики попытались перезапустить мирные процессы И у них это похоже даже получилось Если еще неделю назад в прессе российской повторяли как мантру Мол, нормандская четверка превращается в тройку Минский процесс в тупике И судьбу Украину могут решать даже без самой Украины То появление в Киеве министров иностранных дел ключевых европейских стран А также их заявления показали, что Украина не может быть И не будет просто объектом переговоров За спиной украинцам ничего нельзя решать Но не принято так в Европе Рад, что мой визит в Украину один из первых в качестве министра иностранных дел Мы считаем нынешний кризис одна из крупнейших несправедливостей в мире На данный момент очевидно Украина жертва неприемлемой агрессии И я хочу, чтобы вы знали Позиция правительства Великобритании такова Мы на 100% намерены и дальше оказывать давление на Россию Мы заявили о своей приверженности минскому процессу Альтернативы ему нет Не существует никакого плана Б И следует вести речь о необходимости выполнения минских договоренностей Мы пытаемся перезапустить вновь переговоры в нормандском формате И главное противоречие это по-прежнему в том, в каком порядке выполнять пункты минских соглашений Позиция Украины не меняется Мол, пока у нас стреляют на востоке О больших политических изменениях говорить не приходится Европейцы же настаивают, что война войной А политическое урегулирование должно быть по расписанию Мол, Россия обеспечит тишину со своей стороны фронта и отвод войск Украина же политический прогресс А по минским соглашениям это означает, что закон о выборах для Донецка и Луганска Особый статус для этих территорий и амнистия Как мы видим, в последнее время безопасность невозможна без усиления политического процесса С другой стороны, продолжение политического процесса невозможно без безопасности Поэтому необходимо работать над тем, чтобы это воплотить в жизнь разумно и параллельно То есть пакет безопасности и политический пакет Логика полегает в том, и нас, и немецкие, и французские друзья в этом поддерживают Что с начала мы выписываем минимум безопасности Какие потребны для того, чтобы ситуация реально была нормализована Я подкресню, нормализована Потом мы, конечно, можем говорить про какую-то логику политических кроков И, конечно, в законе про выборы мы пропишем все безопасные умовы И только после их выполнения мы пройдем до подготовки, до выборов, установления дат и всех других вещей Новая встреча на Романдской четверке может состояться уже в октябре На уровне лидеров стран точная повестка встречи пока неизвестна Но если все-таки к октябрю на фронте будет без перемен И удастся установить тишину Если обстрелы украинских позиций к тому моменту прекратятся Нашим политикам и прежде всего в парламенте Нужно быть готовым выполнить свою часть работы по Минскому соглашению Алексей? София, спасибо. Это была София Гордиенко на связи с подробностями недели Наш европейский корреспондент А мы с вами обсудим еще одну идею, которую пытаются реализовать дипломаты Это разведение сторон на линии фронта Чтобы не возникало даже поводов начать стрельбу Насколько успешно это реализуется и что вообще сейчас на фронте Узнаем у нашего военного корреспондента Ирины Баглай Ира, я приветствую тебя Скажи, какую картину ты наблюдаешь и можем ли мы говорить, собственно говоря, о начале перемирия? Добрый вечер, Алексей Как звучит тишина перемирия, объявленного самими боевиками с 15 сентября Предлагаю послушать Эту стрельбу мы сняли днем в двух местах зоны АТО, которые остаются самыми горячими точками Это село Зайцево и Авдеевская промзона Последний массированный артиллерийский обстрел был в ночь на 15 сентября Боевики выпустили рекордное количество снарядов до полутысячи по позициям десантников на промзоне И уже во время перемирия здесь погиб один десантник и пятеро получили ранения Там не было до сих пор ни одной спокойной ночи Кроме того, боевики целились по мирным населенным пунктам в районе Донецкого аэропорта Нужно отметить, за эти дни интенсивность огня тяжелой артиллерии снизилась Сейчас можно говорить о единичных прилетах мин 82-го и 120-го калибра Вот они оттуда встрелят, никакого перемирия пока мест нет Но ночью, конечно, арта уже работает Они уже пытаются большой артиллерии работать Днем, так, СПГ, подствольники, стрелка дня Если бы договоренности о прекращении огня соблюдались, то уже на следующей неделе министры иностранных дел Германии и Франции предлагали подписать сторонам соглашение о разведении войск в трех пилотных направлениях Они на этой неделе инспектировали режим тишины В ста километрах от линии соприкосновения дипломаты ездили по освобожденным в 2014 году городам Но вот что говорят наши бойцы об изменениях на фронте Изменилось только то, что стало меньше применяться тяжелая артиллерия, минометы, танки Все равно проходят хаотические обстрелы, непонятно зачем Также пытаются спровоцировать Нам запретили стрелять, вот и все, что мы ощутили Где можно говорить о тишине, это Луганская область Но там и до оглашения перемирия боевики не проявляли особенной активности И вчера в рамках минских договоренностей состоялся долгожданный обмен пленными Долгожданный, потому что Украина приложила много усилий, чтобы найти Владимира Жемчугова Потом его возвращение сторона террористической ДНР срывало И вот вчера обмен в формате 2 на 4 состоялся Но как заявила представитель в трехсторонней группе Ирина Герасченко Этот обмен не разблокировал вопрос освобождения украинских заложников На оккупированных территориях в плену остаются 110 украинцев и 10 политзаключенных на территории России Поэтому украинская сторона будет настаивать, чтобы на встрече в Минске 21 сентября этот вопрос рассматривался отдельно И вспоминая хронику АТО, хочу добавить Количество объявленных режимом тишины подсчитать за эти уже 2,5 года практически нереально Пожалуй, самым длительным и ощутимым на моей памяти было прошлогоднее объявленное в сентябре В остальных случаях за видимым снижением интенсивности огня следовали массированные обстрелы Алексей Спасибо, это была наш военный корреспондент Ирина Баглая, которая продолжает свою работу в зоне АТО Мы же возвращаемся к американской трагедии Напомню, за прошлые сутки там прозвучало сразу два взрыва Один из них Нью-Джерси на пути многолюдного марафона Второй накануне поздно вечером в Нью-Йорке в Челси, оживленном районе города Там пострадали 29 человек Мы снова просим выйти на связь нашего коллегу Дмитрия Новченко Нам удалось установить спутниковую связь с Америкой Дмитрий, я тебя приветствую Скажи, пожалуйста, то, что случилось в Нью-Йорке, как сейчас классифицируют? Теракт или нет? Леш, ну тут огромные проблемы со связью Нам чудом буквально удалось выйти в прямой эфир Надеюсь, что все успею рассказать по поводу теракт или нет Да, это огромная трагедия Да, это ЧП, о котором сегодня говорит весь Нью-Йорк Но слово теракт власти пока что избегают Точно так же они пока что и не видят Либо не установили связь между тем взрывом, который был в Нью-Джерси И взрывом, который был на Манхэттене Хотя почерк, в принципе, один Ну вот я и тебе, и зрителям расскажу Давайте просто судить сами Нью-Джерси Был заминирован мусорный бак на пути многолюдного марафона Ну только представьте, 5000 человек Марафон в поддержку ветеранов морской пехоты И чуть-чуть из-за того, что так много людей Задержалась регистрация, задержался старт И в этот момент происходит взрыв Самодельное взрывное устройство С часовым механизмом в мусорном баке К счастью, территория была оцеплена К счастью, никого рядом не было Поскольку старт задержали Но можно только представить Что бы произошло, если бы в тот момент Там находились бегуны, там находились спортсмены Там находились участники марафона Ну, разумеется, разумеется У всех сразу же появилось вот это тревожное чувство Появились аналогии с тем, что происходило в Бостоне Взрывы на бостовском марафоне Знаменитое дело братьев Царнаевых Ну и затем уже взрыв на Манхэттене Ну только представьте, это Челси Это район баров, район ресторанов Район, где в субботу вечером очень много людей И опять заминированный мусорный бачок Опять взрыв Ну, поскольку люди были рядом То в этот раз, к сожалению, не обошлось без жертв 29 человек пострадали В том числе, один человек был в тяжелом состоянии По последним данным, которые я буквально только что получил Они выписаны из больниц Так что более-менее все обошлось Ну вот полиция распространила кадры Кадры с камер видеонаблюдения Как происходил взрыв? Давайте их увидим сейчас Дима, скажи еще один вопрос у меня к тебе есть Как все происходящее может сказаться на проведении Генеральной Ассамблеи ООН? Напомню, сегодня туда прибывают мировые лидеры В том числе и наш президент Петр Порошенко Какие-то изменения будут? Ну, действительно, действительно Меры безопасности усиливают Хотя бы в связи с тем, что взрыв был не одиночный Полиция сказала, что она обнаружила В четырех кварталах от места первого взрыва Еще одно самодельное взрывное устройство Это была скороварка Там из нее торчали провода По некоторым данным Был приварен мобильный телефон Ну и, конечно же, все это переполошило Переполошило силовиков И полицию переполошило весь Нью-Йорк Что касается Генеральной Ассамблеи ООН То традиционно В четырех кварталах от места его проведения Все всегда перекрыто Пройти только можно, если у тебя в руках есть вот такой вот синенький бейдж Который есть у нас Который выдали журналистам Либо ты член официальной делегации Но в этот раз Поскольку произошло ЧП в Нью-Джерси Поскольку произошло ЧП на Манхэттене Поскольку уже в городе присутствует Обама То меры безопасности еще больше усилили И в небе полицейские вертолеты И на воде военные катера Соединенные Штаты делают все Чтобы обеспечить безопасность глав государств Которые прибывают в аэропорт имени Кеннеди Просто в эти минуты И вот в ближайшие часы Здесь ожидается и самолет Петра Порошенко Его программа пребывания очень насыщенная Напомню, президент проводит в Нью-Йорке До 21-го числа И во-первых, примет участие в саммите по вопросам миграции Который проводит На котором будет председательствовать Барак Обама Ну а во-вторых, у него будет очень много двусторонних встреч С коллегами-президентами И есть еще две встречи На которые я хочу особо обратить ваше внимание От них очень многого ждут Во-первых, это встреча с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард Она уже подтверждена Разумеется, президент будет говорить с ней о новых траншах О тех условиях, на которых фонд продолжит сотрудничество И вот этот личный контакт, он очень-очень важен На самом деле, Украина сможет намного большего добиться Вот так, при разговоре тет-а-тет При разговоре, когда президенты и глава МВФ смотрят друг другу глаза в глаза Ну и еще одна встреча, она тоже подтверждена Это встреча с Хиллой и Клинтоном Она пройдет в понедельник поздно вечером Президент, кстати, по словам пресс-секретаря администрации Свято Цуголко рассчитывает встретиться и с другим кандидатом в президенты Америки Дональдом Трампом Время и дата пока неизвестны Но в любом случае он будет задавать вопросы А как человек, который возглавит Белый дом Изменит его политику в отношении Украины? Леша Все понятно, спасибо, Дима Кстати, о встрече Кристин Лагарты заговорил О том, чего мы уже добились от МВФ Чего добьемся, мы с вами говорим далее Это был Дмитрий Ановченко, спасибо ему за работу Что касается МВФ МВФ, экономику Украины на этой неделе удержали, собственно говоря, на плаву МВФ все же выделил нам транш в 1 миллиард долларов Киев ждал этих денег почти 13 месяцев И ждал, хочу заметить, больших средств Год назад речь шла об 1,7 миллиарда долларов Но Украина слишком неспешно выполняла требования фонда В результате чего транш неоднократно переносился И в результате похудел на 700 миллионов Какие изменения принесут нам эти деньги? Ну, давайте начнем с плюсов Самый главный, фонд послал Западу политический сигнал На МВФ, как кредитора последней инстанции, ориентируются инвесторы Для них отказ транша означал бы красный уровень рисков вложений в нашу страну Теперь же Украина может рассчитывать на получение еще 1 миллиарда долларов От размещения еврооблигаций под гарантией Минфина США И привлечь 600 миллионов евро от Еврокомиссии Плюсы для простых украинцев В ближайшее время не стоит ждать потрясения на валютном рынке Транш пополнит наши золотовалютные запасы И стабилизирует курс гривни Ну, по крайней мере, на это хотелось бы надеяться Кстати, стоит надеяться или нет, и вообще, на сколько хватит денег от этого миллиарда Прямо сейчас мы обсудим с гостями подробности недели К нам присоединяются, я прошу вас, Сергей Рудик, чьи от бюджетного комитета И представитель самой большой фракции парламента, блока Петра Порошенко Здравствуйте, Сергей Добрый день И Александра Кужель, представитель Батькивщины Человек, который очень давно занимается экономической политикой Правда, Александра Владимировна? В сежитете Ну, вам, значит, Сергеем и отвечать на следующие вопросы Давайте, ну, вот о плюсах транша я остановился на них Вы, наверное, Александра, скорее всего, захотите говорить о минусах Вы, Сергей, согласитесь с тем, что плюсов больше, подозреваю я Вопрос будет такой Насколько нам хватит этих денег? Месяц? Два? Три? Насколько Украина вот этой подстраховки хватит для того, чтобы не впасть в коллапс Которым нас пугали еще месяц назад до получения транша? Давайте, Сергей Ну, дозвольте мне, как постановку влады, сказать, что Насправді, еще раз повторите, что Напрямую, в зависимости от транша Международного фонда З показниками бюджету нема Столько действительно, они спрямованы на поднимание Золотовлютных запасов нашей державы Вот, но это показник стабильности Это показник доверия И в цифрах я вам скажу так Что, если наприкінці сепня Министр финансов Украины Доповидаючи, или даже не доповидаючи А при открывающей Можливую часть дохода Частосового бюджета Назовав цифру дохода бюджета Яку он прогнозировал на рівні 627,5 млрд грн То на сегодняшний день Владимир Борисович Гройсман Презентуючи свой вариант Урядового проекта бюджета Уже назвал 712,5 Тобто, это уже то, что мы имеем в плюсе На сегодняшний день Зведенный бюджет на сегодняшний день Плюс 127,9 млрд грн В этом году Тобто, мы имеем 876,9 млрд грн На бюджете так детально не остановитесь Это вторая часть нашего разговора Мы уже говорим про Можливість передохнути И спрогнозувати Наслідки Перше, не отбудлося Гиршого сценарію секвестру бюджету Тобто, те, про что нас лякали Опоненти Не отбудлося Зарплати вчителів Збільшуються И суттєво Збільшуються Ми говорим Дивіться Найпростіше дати Це 1 грудня 2016 року Коли відбудеться Збільшення зарплатної частини вчителів И 1 грудня 2017 року Мы говорим про плюс 33,5% Сергей, это все-таки вопросы бюджета И об этом немного позже Александра Владимировна, вас Ну, по-перше, я хочу сказать, что есть позитивное Позитивное, это единственный позичальник Який найдешевший гроши дает Але, как представник парламентской президентской страны Представник парламенту Я вважаю, что Не маю права Будти подписано МВФ И отримывание будь-яких Грошей Если мы не знаем В парламенте Умов подписания Угоди Тобто, за что Нам дали 1 млрд Что мы пообіцяли До нас доходит информация Что мы пообіцяли Ринок земли Что мы пообіцяли Збільшити Еще пенсийный век Там до 70-ти Роков Идуть чутки Але так не может быть И тому Это неприятно Я вважаю, что Как парламентарий Мы повинні И фракция Батьківщина про це говорила Мы вимагаем Уприлюднити в парламенте Ті умови Вот эти условия Они уже появились в прессе Но называются они Конечно Условиями получения Следующего транша Натбанк рассчитывает Получить от МВФ До конца года Еще и четвертый транш В размере 1,3 млрд И закроюще 50 банків Уже стали известны Некоторые моменты Цены следующего Долларового вливания Я предлагаю Я буду называть Попунктно А мы в режиме Блиц Будем обсуждать Насколько это реально Для Украины или нет Посильно или нет Ну вот например Значительная часть Новых требований фонда Связана с проведением Пенсионной реформы Среди прочих Уже в декабре Необходимо принять закон Об увеличении Пенсионного возраста А заодно сократить Перечень оснований Для досрочного выхода На пенсию И ужесточить его Для получения Минимальной пенсии То есть минимальную пенсию Будет получить сложнее Насколько это реально Парламент на это пойдет Или нет Ну у нас є Парламентская коалиция Якщо вони зберуть Фракции Яких підтримуються Відродження И інші То они могут набрати Як вони голосуют Всі закони Які потрібні Для влади Наша фракція Я вам точно можу сказати За такий закон Не буде голосувати Бо у нас є інші пропозиції В такому вигляді Якщо ви подивите Сьогоднішній бюджет Практично Пенсионный фонд Ви знаєте Не входить до бюджету І 57% Його фінансування Йде з бюджету В такому вигляді Він не потрібен І він не виконує Уже функцію Того фонду Я вважаю Що взагалі Говорити про грудень І про підвищення Пенсійного віку Як мінімум Перечасно Стільки чутки Про те Що це записано В меморандумі Міжмінородним валютним фондом Не виправдані З тої інформації Коволодію я Я думаю До речі Що буквально Найближчим часом Текст буде оприлюднений Він фігурує В англійському варіанті Парламентська сесія Стартує Власне завтра Як мінімум Сподіваюся Вівторок В першій половині дня Міністр фінансів Мав би доповісти І про проєкт бюджету І очевидно Про умови співпраці З бюджетним валютним фондом Ми це дізнаємся Тобто давайте вирішувати Проблеми По мірі їх Приходу в наше життя На сьогоднішній день Поки давайте говорити Про Сергій Я хочу на чому Говорити про що хочеш Я на чому хочу сакцентирувати То що для народних депутатов Я прошу На голос поставив Зеленський В 95-м кварталі Кредит беру я Отвечати буде Следующий президент Прекрасно Ремарка Ось так ви говорите Про пенсійний фонд Господа депутата Извините Але то що для вас Являється на сьогоднішній день Тобто не треба робити реформу То що для вас на сьогоднішній день Являється чутками Уже комментирує Міністр фінансів Немного немало Целий міністр В частності Ещё один скандальний пункт О то о пенсіонной реформі І ещё один скандальний пункт Що до конца этого месяца Правительству Уже необходимо подати в парламент Законопроект об обороті Сельскохозяйственних земель Ми взяли коментарий У міністра фінансів України Вот как він это прокомментировав Для того, щоб отримувати Наступний транш Ми також маємо рухатися По програмі реформ І там в плані Є також питання І в регулювання ринка Ринка землі Але це не Ще не відкриття цього ринку А ми маємо прийняти закон Про обіг Про обіг сельскохозяйственних земель Тобто як ми визначилися Разом з парламентом На яких самих правилах Буде працювати цей ринок Це надзвичайно є важливим Для того, щоб ми отримали Додатково економічний поштовх Для розвитку агросектора І для того, щоб ті, хто зараз володіють землею А це, до речі, це громадяни України А не агроколдінги тільки Це громадяни України Вони також отримали від цієї Від ринку Отримали якісь переваги Тому зараз ця концепція розробляється І разом з депутатами Звичайно цей закон Будуть і обговорюватися І приймати Стосовно пенсійної реформи То тут, дивіться Тут немає якісь там вимоги То ми маємо зараз подумати Як зробити систему Як пенсійну реформу справедливу І це також задання уряду І парламенту знайти таку форму Дякую Він підтвердив Що немає зобов'язань підвищувати пенсійний вік Що це буде на розсуд нашого парламенту І це питання до дискусії Питання по ринку землі У мене є особливий погляд на це питання Як екс-голова державного агентства Зареєстрував свій законопроект Який передмечає продаж не землі А я пропонував зробити речовим правом Двогострокову оренду Цей законопроект розроблений було мною Більше двох років тому І на жаль Він ще не розглядався Навіть профільним комітетом Тобто я не впевнений Що ми наберем 226 голосів Волосування за цю Складну звичайну реформу Ми повинні були їх ставити Коли підписували угоду з МВФ Як це було в 2009 році Які вимоги підписувала Юлія Тимшенко Я хочу сказати що Згідно Конституції Земля це є наша народна Вона належить народу І прийняти парламентом таким парламентом Таке рішення я думаю що ми не маємо права Якщо захоче президент Звернутися до народу Він повинен отримати право від народу На продаж останнього що в нас залишилось Це української землі Довгострокова оренда і сьогодні є можливо Але знаєте що наш уряд на це зробив Відповідь на цю довгострокову оренду Він людям яким давно вже не рідко Сплачують гроші а дають товарам От цей товар сьогодні Враховується при нарахуванні Субсидій по тим цінам По яким я вам ставлю І ви знаєте це дуже взаємопов'язане питання От будь-яка реформа Якщо б будь-який уряд Президент зрозуміли Що рішення приймається в парламенті Треба сідати за стіл До того як ви підписуєте Давайте разом відстоювати Державницькі інтереси Іти до МВФ Показувати що це не є не ринкові тарифи Що це неможливо ринок землі А що на це земля Яку арабів нафта Може принести Україні Вам за столу В нашому випадку мова йде про те Щоб зробити довгострокову аренду Чи в моєму випадку Речовим правом Не просто довгострокову аренду яка існує А продавати право аренду Таким чином залишається земля власності спадкоємців Чи того самого власності Спори в парламенті осіню Будуть не тільки по этому вопросу Вам за столу переговорів Долго рассуждать і думати ломати голову Придеться ще по одному скандальному вопросу Появился проект дозбюджета на следующий год Кого-то ці цифры вдохновляють Кого-то мягко говоря не очень Итак бюджетний дефицит Из того що було презентовано На презентации кабинна Бюджетний дефицит Предлагаються сократити до 77,5 млрд гривень В 2016 бюджетная дыра Была більше напомню на 7 млрд При этом наполнять казну Правительство планирует за счет налога На добавленную стоимость налога На доходы физлиц и акциза Прогнозируемый рост экономики составит 3% Против одного в нынешнем Курс доллара в рабочей версии установлен На уровне 27 гривен 40 копеек К концу 2017 года Предполагают его повышение на 30 копеек Напомню в этом году курс заложили на уровне 24-40 Но на деле он оказался выше В статье социальных расходов Будет рост Дважды за год поднимут минимальную зарплату В общем на 162 гривни Больше станут зарабатывать медики и педагоги Им добавят не менее 10% От нынешней ставки Кроме того чиновники увеличат расходы На оборонку 129 млрд гривен Против 114 млрд В нынешнем году И в самом Кабмине И в Раде не исключают Все эти показатели будут меняться Ведь депутаты наверняка Выдвинут свои условия И этих хотелок будет очень много Вот как оценивают проект бюджета 2017 Представители парламентских фракций Бюджет только не вошел в Верховную Раду Тому ознайомиться с таким Складным документом Сходу Є неможливо Тобто это документ Это требует изучения и профессионального изучения То есть То есть То что я вижу сейчас в бюджете Мы видим определенные приоритеты Мы видим приоритеты на следующий год Освита Там выделено значительно больше денег Приоритет обороноздательности страны И там также идет значное подвищение Витрат на обороноздательность страны и безопасность Я думаю что это эти два И третья это культура Вот я вважаю что эти три речи Ее надзвучайно важливые И это правильный напрямок формирования бюджета И наступное что там есть Это снова что подвищение заработной платы Например вчителям Мы видим серьезные недостатки в представленном проекте бюджета Ну в частности в части социальной защиты Рост минимальной заработной платы на 10% Запланирован только в декабре 2017 года То есть за весь год перед этим Зарплата будет седаться И доходы людей инфляцией И только в последний месяц будет повышена Поэтому конечно это можно называть Ухудшением жизни людей смело Поскольку это люди будут терять деньги И что касается роста экономики То мы видим что бюджет планируется на той же налоговой базе Которая официально сегодня призвана во всем мире Одно из самых жестких А соответственно это будет сдерживать развитие экономики Исходя из этих факторов Мы считаем что бюджет имеет серьезные недостатки Мы сегодня за него голосовать не готовы Будем настаивать на повышение социальной защиты На увеличение выплат на медицину и здравоохранение И соответственно повышение зарплат И минимальной заработной платы в частности Мы будем настаивать на пересмотре налогового кодекса Для того чтобы снизить налоги Чтобы было развитие экономики То есть те меры которые должны помочь Которые везде заставляют развиваться экономика Насправді текста законопроекту про бюджет Доси немає Тому робити грунтовні висновки Можна буде после того как мы его побачим И проанализуем каждую статью Но вместе с тем же С тех заяв, которые лунали из уряда Можно сделать певные предыдущие Висновки Зокрема мы побачили Низку серьезных системных проблем в бюджете Это суттєвое изменение поддержки агропромислового комплекса Другая большая проблема Это то что на целом энергомодернизации Передбачается меньше 1 млрд грн Тобто на субсидии Идут десятки и десятки млрд грн Это просто консервация существующих проблем А на энергомодернизацию Идет абсолютный мизер Який не здатен сменить ситуацию Тому мы будем наполягать на На увеличение этой статьи В целом заяв уряда Я пока не видел Чи закладаются какие-то деньги На стимулирование украинского экспорта Уряд каже Что следующий бюджет Будет честным 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 для кого? Честным для олігархов Честным для людей? Если он должен быть честным То митница должен принести в бюджет страны Еще один годный бюджет На превеликий жаль Протягом последних двух лет Цего не сталося Якщо він має бути честным То гроші нафтогазу Мають бути в бюджеті Але не пересуватися Через кишені людей І субсидії Знову в кишені олігархів Це дуже важливо Бо це дохідна числа на бюджет А тепер про розхідну Люди повинні мати дохід На 949 грн вижити неможливо І друге дуже важливо Ми будемо голосувати Коли уряд і бюджет Не обкраде місцеві бюджети Міста і села країни І останнє Не треба буде бюджету Якщо міста Наприклад такі як Львів Будуть далі шантажуватися Цілими містами 800 тисяч людей сьогодні шантажується Політичною владою країни Заради політичних дивідендів Тоді і бюджету не треба Ександра Ну от ви говорили перед тим Як ми дали мнение представителів депутатської фракції О том, що ми в принципі не знаємо Много цифр бюджету Знаємо тільки те, що було презентовано в кабині Я немає його на сайті по цей часі Этих даних вам на сьогоднішній день достаточно Щоб сказати, буде ли ваша фракція підтримувати Ну по-перше ми зробили деякі висновки Це перше, що це не стратегічний бюджет А тактичний І по-друге, що там немає децентралізації А є страшна централізація Бо зверху спускаються цифри донизу Наприклад, я повністю Гружусь своїми друзями Представниками демократичної позиції Бо я підписуюсь під кожним словом Але я хочу додати ще Дуже неприємну річ Вони по сей час ще спорять і в уряді По це питання, це соціальне питання Ви знаєте, що вони передбачають? Вони ж кричали, що вони передають все на місця Але не говорили, що з повноваженнями Забули, що треба передавати гроші Як ви знаєте була ситуація З ПТУ Зараз вони передбачають в цьому бюджеті Повністю передати оплату Комунальних послуг Шкіл, дитячих садочків Медичних закладів На місцеві бюджети Ти десь в середньому 16,5 мільярдів Я можу сказати вам, що це буде колапс І та зарплата, яку вони Деякі збільшать вчителям І лікарям Якщо вони будуть стоять в операційний Плюс-плюс сімі А в Запоріжжі, наприклад, техніку Телефонувала мені подруга Вона там припадає Вони з першого жовтня вже йдуть діти всі Дома на навчання Дома Бо комунальні послуги не включаються до весни Вони не мають грошей на сплату І тому це є неприйнятні речі По-друге, там є дуже серйозні питання Розмов з бізнесом Вони збільшують доходи Корову вначале треба кормити, а потім дають У нас на цей час Бізнес в дуже тяжкому становищі Снизилась куповельна Куповельна спроможність Так, середній, бо великі там все домовились А Вони з правлящою вже коаліцією Я можу сказати, що вони Передбачають знову ЄСВ, навіть на фермерське господарство Які не хочуть приймати наші закони Які підтримують і дають можливість фермерським господарствам Серйозно, я дуже переживаю По частині пенсійного фонду Вони його знову не показують нам Ще приймають рішення Там же заложений бюджет Змінами податковими і бюджетними Яких ніхто не бачив А бюджетний, я точно знаю Є одна зміна, яка передбачає Зняти затвердження Верховною Радою Бюджетів пенсійного та соціальних фондів Тобто таке просто є неприйнятне Мені безперечно Як народному депутату, як українцю Як в решті мажоритарнику Яку обирала громада Хотілося, щоб видаткова частина нашого бюджету складала трильйон Але коли влада і прем'єр говорять про чесний бюджет Він говорить про те, що доходи співвідносні нашим видаткам Тобто ми маємо те, що маємо Ми можемо роздути видаткову частину Звичайно до максимуму Але тоді постане питання, про яке вже сьогодні моя колега говорить Ми тоді змушені будемо підвищувати Податковий тиск на підприємців Ми змушені будемо включати станок Що ми про це не говорили Що ми маємо на сьогоднішній день Я хочу сказати Ви слідкуєте за тим, що доходної частині Вони скривають 3% ВВП Тобто це десь 88 мільярдів А таким образом скривається Я хочу сказати Послухайте уважно Дайте мені висловити позицію, будь ласка Я вже уважно Те, що говорили мої колеги Я уважно слухаю представників самопомощі Батьківщини Радикальної партії Про маленькі зарплати, на які неможливо вижити Скажіть, а зробіть десь нагоду Ваш канал І включити, що ці самі представники фракції Говорили про бюджет 15-го року За який я, до речі, не голосував Вони говорили, що є проблеми Але за нього проголосували Це дуже складно слідити Некоторі з представників цих фракцій Міняли своє рішення в куларах Буквально за 2 часи на голосування Це по 16-му році Наші фракції не голосували Ні 15-й, ні 16-й Я ж віде Давайте це переміяти Ще раз кажу Є питання Є популізм Коли людина, політична сила Голосувала за ще гірший бюджет на порядок І коли ця ж людина Чи представник цієї ж фракції Говорить про голосування Чи проти Чи ми подумаємо По бюджету Який однозначно краще Що ми маємо плюс? Однозначно Містеві бюджети Плюс 16% Перепрошую Перепрошую 16-5 мільярдів Перекладають Комунальних послуг На місцевий бюджет Сказали що Недооцінені місцеві бюджети Плюс 16% Вас так прийміть Ваше місто З якого вас вибрали ДФРР 9 мільярдів гривень В проєкті цього бюджету І не факт що ми зупинимся На цій сумі В 2 рази Виаг Державний фонд Регіональну розвитку По підтримку місцевих програм Скажіть Я знаю про що я говорю Увеличити соціальні стандарти Наскільки це вийшло В проєкті бюджету На наступний рік І можна ли було зробити більше Не унизительно ли повищення зарплати На 162 гривні Сергій Це не остаточна цифра Ви самі про це сказали Це проєкт уряду Це проєкт уряду Але дивіться По окремим категоріям Я набагато більший взрослі От дивіться На сьогоднішній день Беру шпаргалку Щоб не помилитися Дільничний лікар-терапевт Буде з 1 грудня 2017 року Отримати 7 910 гривень Фельдшер вищої категорії 3 942 А як він це буде получати Якщо ви йому обіщаєте повищення зарплати На 30% А на сьогоднішній день Вони дотягують до 2,5 Як 2,5 плюс 30% Зоставлять 7 Що у нас буде по вчителю вищої категорії Станом на 1 грудня Буквально через 2 місяці 4 830 у нас буде отримати Вчитель вищої категорії Це те, що змогли зробити в цьому році Буде 6 400 Учитель без категорії Буде 1 грудня 2016 Отримати 3 512 А буде 4 500 Це було б прекрасно Нет, я добавлю, Александр А ми перейдемо уже к следующій темі Было б очень хорошо Щоб за цим повищенням зарплаты Не стояла та же история Которая стояла с бюджетниками Я сейчас не в обиду Просто проследите за этим Когда бюджетникам сначала повысили зарплату Через 2 дня перевели всех на 2-3 ставки На полставки Приказного порядка И люди стали получать меньше Ну разбираться, наверное, надо было уже немного раньше Эта история уже 3 месяца 15-16 бюджет Мы про це говорили Він скривав десь 3 минимум Відсотка цього доходу На сьогоднішній день Це 3,27 Це 88 мільярдів гривен скрита з тої подудкової бази Яка повинна йти в доходної частині Це перше Друге Извините На какой ляг нужен українському народу То, що казали хлопці Наш Газпром Нафтогаз Який отримав прибутку 22 мільярда з нашої кишені А бізнес не отримав жодної кипійки Бо сплачують і так багато Субсидій Як не буде? Як не буде? Скажи, що він робить? Прокладка? Просто прокладка? Нічого не мало Я вас хочу пригласить на ефір черного зеркала В течении ближайших недель Мы обязательно будем обсуждать бюджет Пообещайте, що Сергей і ви, і в Александр Обязательно будете А ми пока продовжимо ту тему І соціальні стандарти І вообще бюджет України Мог би выглядеть намного інакше Якби боротьба з корупцією була в нашій країні успішна Скільки денег, Александра, із серого оборота Могли би пополнить официальний оборот в страні? Подумайте Взять, к примеру, только таможню Говорят, там теряється, как минимум, ще один госбюджет На одной только реализации арестованной контрабанды На границе намывают сотни миллионов Олег Решетняк разбирался, кому же дает добро таможня Мобильные телефоны, продукты, алкоголь, сигареты Все это тайно пытаются перевозить через границу И то, что иногда удается найти таможенникам и пограничникам Доблестные задержания Это то, что показывают по телевизору А вот то, куда деваются все задержанное Порой тайно за семью печатями Это стоянка во Львовской области Мерседесы, BMW, аудио Это не просто парковка Это все конфискат Транспорт контрабандистам и нелегальных перегонщиков машин Все автомобили публично, официально выставляются на электронные торги И если любой из этих автомобилей не продается на трех торгах То тогда они передаются безоплатно Або в зону АТО, або в детских домах Но это только на первый взгляд звучит красиво Как контрабанда отправляется в детские дома Становится понятно на примере одесских велосипедов 11 тысяч штук, завезенных из Китая, сначала хотели сжечь Но потом заговорили о благом деле Надо им отдать дома детей Мы поинтересовались, так где же велосипеды Оказалось, были да сплыли История с велосипедами вообще оказалась показательной Приоткрывает все за кулисье Кто и зачем выигрывает тендеры на так называемую утилизацию контрабанды Вот, например, фирма «Базука» До вмешательства одесского губернатора Именно она должна была забрать в себе контрабандные велосипеды Так сказать, утилизировать От государства за это бы она получила 610 тысяч гривен Мы приехали по юридическому адресу фирмы Тут находится спортивная база «Динамо» Говорят, «Базука» действительно когда-то арендовала небольшую комнатушку Но ни помещений, ни оборудования, чтобы сжигать велосипеды там точно не было Пять лет назад они вернули, убрали, уехали от нас и все В госреестре предприятий в контактах «Базуки» указан недействительный номер телефона Специализацией фирмы оказалась розничная торговля Так сжигать или торговать велосипедами на самом деле собирались Владелец фильма житель Киевской области Виктор Санько Пытаемся до него дозвониться Вместо гудка играет музыка из фильма «17 мгновений весны» Руководитель фиктивной фирмы шифруется прямо как Штирлиц Здравствуйте, это Виктор Михайлович Меня зовут Олег Решняк и журналист телеканала «Интер» Мутная история всплыла и в Харькове на этой неделе Пропал конфискат на 15 миллионов гривен Вот отдали на хранение нескольким фирмам, мол, у Минюста нет своих складов Вот только исполнительная служба Которая конфискат отдала на ответственное хранение Поступила безответственно Почему-то дальше за ним не следила И аукционы почему-то Выходит, не объявляла Будут заявляться Чья это вина Куда из них конфискат Зато конфискат появляется на рынках и в магазинах Только в Киеве их десятки Даже вывеска говорит сама за себя А вот продавец совсем про другое Конфискат это просто фамилия Это не конфисковый металл Получается человек с загадочной фамилией Конфискат распустил свои предприимчивые щупальца по всей Украине Это склад таможенного органа Всю контрабанду с границы Привозят именно сюда Здесь есть товары на все случаи жизни Вот например молоко Его должны скоро утилизировать А это ткани которые пытались провести без растаможки А это покрышка В Украину ее пытались почему-то провести в одном экземпляре А вот эти все ряды это мобильные телефоны Выбор здесь настолько огромен Что можно открыть свой собственный магазин Все товары Яки за решением суду Конфисковываются Передаются до державной Выконавчую службу Яка ци товары По дальнейшему реализовываю на своих торгах Не могут Но ведь попадают Вы даже не догадываетесь Но у вас дома может оказаться контрабандный телевизор Или тот который называется конфискатом Каждый третий жидкокристаллический монитор в Украине Свет Пильный телефон Каждый второй Представьте 65% айфонов в Украину Завезены по нелегальным схемам А где же в это время находились таможенники с пограничниками? Он просто посылочкой получил одну железачку Просто почему-то оказалось Что посылочек было тысяча И эта тысяча ушла в сеть магазинов Вы хотя бы раз видели Как уничтожают задержанные контрабандные айфоны Или громко продают на аукционах В новостях такие сообщения не встречаются Олег Решетняк, Алина Якушко, Марина Кова и Валентин Белич Подробности недели Телеканал Интер У меня лично вообще возмущает история Вот из всего увиденного Почему-то с велосипедами Ну вот эти жирные уже наворовавшиеся рожи Но хотя бы уже детям хоть раз в жизни что-то отдали Правильно? Нет, надо даже и на такой мелочи наварить Александр, вот как вы считаете В этой стране коррупция непобедима Почему? Потому что она настолько сильна Или просто нет политической воли? За державу обидно Знаете, за известную фразу по таможне Дело в том, что это не только таможня Около таможни, как стервятники Сидят, начиная от областного прокурора Областная милиция Потом еще представители разных СБУ и так далее Они сидят вот так Если ты не будешь измесячно давать им возможность зарабатывать Они тебя посадят И таможенники это знают Мы просили, всегда говорили Уберите стервятников от таможни Поставьте прозрачную абсолютно процедуру Нет, и каждый раз кто-то на этом наживается Вы показали потрясающий материал, который мы обсуждали Когда пришла только после революции Новая команда Говорили как сумасшедшую реформу О реализации конфиската Вы знаете, то, что я сейчас увидела Это шок, просто мы занимались другим Когда я услышала, что это передали В иконавчей службе Я теперь понимаю, почему протягивали закон Про частную иконавчую службу Потому что им некогда заниматься решением судов Они занимаются воровством Потому что действительно не было продажи Сильно много повязано в этом вопросе И еще в Библии сказано, что из вопроса Деньгами и власти очень редко кто проходит Сергей? Я скажу про позитив Но позитивный в частине этих кадров Да, это действительно Просто в парламенте мы подумали Что действительно мы не получаем Величезную сумму денег Как сделать так, чтобы стимулировать И сделать их в белую И придумали законопроект Про то, чтобы 50% Додатковых отходов от митницы По индикативным показникам По трьем областям По четыре, потом додался Киев Додатково спрямовать на дороге И сразу появились додатковые деньги Зразу появились величезные суммы Скажем, в сотнях миллионов гривен По минулому году А в этом году Скажем, по Львовской области Мова идет про 500 Можливо 600 Я буду достаточно сумму Буду знать в грудь Наприколе И они пошли на дорогу То есть это вариант Как можно было бороться с семьей Хотя, конечно Это эпизоды пока что То есть это можно было бы применять И на таможню Ну я хочу сказать Что это виткат Я працюю на митнице Еще раз скажу 50% додатковых отходов Через митницу Иде теперь целью На дороге Цей области Где находится митница Это мы назвали экспериментом Изначально мы хотим Посмотрим Насколько лучше станут дороги Хотя бы в всех облачах Где есть помощь Теперь мы наполягаем на том Чтоб цей же эксперимент Був задийный на всей территории Украины И это уменьшит им Черные надходы Спасибо, Сергей А я наполягаю на другом Нормативный откат В которой же раз В которой же программе по счету И черное зеркало И подробности недели Теперь я не устаю напоминать Нашим политикам Думайте о том Какие лозунги И какие обещания Вы давали избирать И вы и ваши коллеги Из других фракций Давали своим избирателям Осень будет очень бурной Два с половиной года После которых вас избрали Показали, что Меняются пристрастия населения И люди все-таки оценивают Все по вашим действиям Постарайтесь не растерять Те рейтинги Как это было например С Народным фронтом Который вышел на волне успеха На сегодняшний день Имеет что-то около 1% В рамках стат погрешности И обращайте внимание На социологические замеры Например Смотрите Знаете Как держать нос по ветру Смотрите на то Что думают о вас люди Я вам в этом Могу помочь Только озвучить вам Последние например данные Которые Озвучили в Центре исследования Софии Он задался вопросом Какие бы партии Прошли в парламент Если бы выборы проходили В ближайшее воскресенье Посмотрите на итоги Этого августовского опроса Лидер рейтинга Оппозиционный блок За него отдали бы Свои голоса Более 13% опрошенных На втором месте 12,5% Блок Петра Порошенко Сейчас порадуетесь вы Александра Владимировна Третье место Всеукраинское объединение Батькивщина Вы хорошо нарастили Чуть больше 12% Голосов сейчас Также 5% Барьер преодолели бы Радикальная партия Ляшко Объединение Самопомощь И партия Хвыля Но только при условии Если ее возглавит Михаил Сааквашвили А вот в президентском рейтинге Лидирует Глава Батькивщины Юлия Тимошенко У нее чуть более 13% На 1% меньше У нынешнего президента Петра Порошенко И почти 12% Отдали бы свои голоса За главу Оппозиционного блока Юрия Бойко Не комментируем эти данные Просто принимаем Как данность Думайте о том Что народ тоже все видит И тоже анализирует Это подробности недели Мы закончили только первую часть Впереди самые интересные темы Оставайтесь с нами Пятое пришествие спецконфискации На чьи деньги откроют охоту? Авгиевы конюшни Фемиды Когда начнут разгребать коррупционный завал в судах И посадят ли хоть кого-то из пойманных на горячем? Лечение за 3-9 земель Почему украинцы остаются без больниц? И когда начнется обещанная реформа здравоохранения? Это подробности недели Мы продолжаем Спасибо, что дождались Начинаем второй час с оперативной информации Оперативной новости сегодняшнего дня Замглавы администрации президента Андрей Таранов Погиб на Днепре за рулем водного мотоцикла Трагедия произошла в Киеве после полудня По предварительным данным Скутер столкнулся с грузовым судном От полученных травм чиновник скончался Полицейские ситуацию пока не комментируют По словам свидетелей Таранов не справился с управлением В первой части мы обсуждали с вами Транш МВФ Миллиард долларов полученных Украиной на этой неделе Ну а теперь представьте Что миллиард этот Лишь небольшая часть наших денег Зависших на западе Вначале их у нас украли Янукович со своей бандой Затем вывезли за границу Возвращение этих активов позволило бы Украине Не ходить по миру с протянутой рукой Но борется Киев за эти деньги Как-то неохотно Вот только два примера последних дней Мимо украинской кассы прошли 50 миллионов евро Выведенные из страны попередниками Несколько лет деньги пролежали арестованными В латвийских банках И ушли в бюджет этой страны Из-за бездействия Украины А еще всплыли 67 миллионов долларов Лазаренко Бывший премьер прятал их в Антигуа и Барбуде Там их тоже арестовали Но долгие годы наша прокуратура Даже не вступала в борьбу за средства И вот ими пополнили бюджет островного государства За 50 миллионов конфискованных в Латвии Украинских евро взялся глава государства Петр Порошенко Обсудит с латвийским коллегой Возвращение этих денег Реакция украинских властей и органов На их конфискацию последовала только сейчас А ведь Латвия пытается отдать нам средства Уже два с половиной года И это далеко не первая история Уверяет моя коллега Юлия Мендель От нашего бюджета вашему 50 миллионов евро фактически Украина подарила Латвии На счетах ее банков зависли деньги Так называемой семьи Януковича Которая годами выводила туда капиталы Теперь для генпрокуратуры почти что тест на профпригодность Вернуть их обратно Но вот получится ли? Вернуть украденные миллионы попытались только латыши И только в свой бюджет За два с половиной года генеральная прокуратура Украины Не доказала, что арестованные средства в латвийских банках Имеют отношение к окружению Януковича К сожалению, мы не получили информацию Подтверждающую, что эти деньги были украдены у государства И должны быть возвращены в Украину Латвию иногда называют прачечной Европой Грязные деньги нередко отмываются через ее банки Союз европейский, но говорят-то по-русски Бизнесмены из подсоветского пространства Облюбовали Балтийское побережье Деньги любят тишину Именно латвийскую банковскую тишину Особенно ценило окружение Януковича Об этом впервые заявил генпрокурор Еарема Еще два года назад Сергей Арбузов заарештовано в латвийских банках 49,3 миллиона долларов США На рахунках, повязанных с Иванющенком компанией у Латвии Зарештовано грошовые кошты в сумме 32 миллиона долларов США На рахунках у банковских установок Зарештовано 72 миллиона швейцарских франк Матис Арниканс, журналист программы «Дефакто» Провел собственное расследование Он размотал украинско-латвийский денежный клубок В списке арестованных счетов Еще и деньги млада олигарха Курченко Его латышские богатства пока подсчитывают Украинцы особо не пытались забрать арестованные активы с украинскими корнями Факт, который удивляет латвийского журналиста И нет подозреваемых вообще Устав надоедать украинской генпрокуратуре Раз спросами и не получать ответов, латыши решили Деньги или нужно разморозить, или забрать в бюджет Местный суд выбрал второе Оказывается, еще в июне Но ГПУ всполошилось только сейчас Когда средства уже попали в латвийскую казну В Ригу на этой неделе Срочно вылетел заместитель генпрокурора Евгений Йенин Рахунки тех или иных фирм Они оформлены на где-то иных оси Подключается и президент Порошенко Он намерен провести переговоры со своим латвийским коллегой О возвращении украденных денег Латвийские коллеги подтвердили нам Что они готовы в полной мере Поработать с украинским урядом Сколько времени понадобится на возвращение денег Прокуроры только руками разводят Но это лишь малая часть Выпавшая из дырявых украинских карманов Режимом Януковича за не полных 4 лет Было выведено из страны И вкрадено из государственного бюджета От 20 до 30 миллиардов долларов Капиталы осели на счетах в разных странах Но вот что вернули? С бюджета Украины только Повернуто станом на сегодня 8 тысяч гривен Тобто 300 долларов А теперь кто не сделал свою работу? Уряд? Бездие украинские? Колишние керевники генпрокуратуры Абсолютно ничего не сделали? Латвийская история не первая и не последняя Например, прошлогодний скандал ГПУ не предъявило вовремя подозрения Бывшему министру экологии Злачевскому Британский суд снял арест с его счетов Украина потеряла шанс вернуть 23 миллиона долларов И такая доля чекает и надали Все арештованные за кордоном активы украинских чиновников А их достаточно много Оскільки через бездействие Якщо таких правоохоронцев не будут притягивать До криминальной ответственности за их бездействие Или другой случай Два месяца назад Лихтенштейн разморозил 13 миллионов франков На счетах судей высшего хозяйственного суда Артура Емельянова Приближенного к той же семейке Януковича Причина все та же Украина не предоставила доказательств Что деньги имеют незаконное происхождение После латвийской истории Генпрокурор Луценко Распорядился провести проверку Почему бездействовал бывший заместитель Генпрокурора Виталий Касько Он курировал международное направление Правительство гордится выделением очередного транша МВФ Но ведь если бы возвращали украденное То и одалживать возможно не пришлось бы Юлия Мендель, Оксана Кундеренко, Елена Механик Подробности недели, телеканал Интер Сергей Мищенко, член комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной радио Украины У нас в гостях в студии подробности недели И Иван Крулько, народный депутат Украины От фракции Батькивщина Я вас приветствую, спасибо, что пришли Доброе утро Согласитесь, наверное, долго рассуждать о том, кто виноват Что вот эти вот конкретные два примера, о которых я сегодня говорил Это деньги, зависшие в Литве Кто виноват в этом, в общем-то, и так нам всем понятно Вопрос другой Изменится ли ситуация, что для этого нужно сделать Чтобы деньги, награбленные в Украине И Лазаренком, как еще оказывается, да, еще они висят И уж тем более Кликой Януковича все-таки начали возвращаться Сергей Ну, во-первых, мы видим за эти 2,5 года Что не могут пораховать, сколько этих денег Вот я специально проанализировал выступы всех высокопосадовцев С самого начала, когда начался этот процесс Вот первые заявы минулого генерального прокурора Олега Махницкого На одном из телеканалов Что было вкрадено 100 миллиардов долларов Януковичем и окружающим Другой генеральный прокурор говорит уже про 100 миллиардов гривен в следующем году То есть это в 26 по курсу раз меньше, чем заявлял предыдущий генеральный прокурор Сейчас мы видим другую цифру Деякие посадовцы вкладывают бюджеты, говорят про 1,5 миллиарда Вы это вкладываете злой умысел, а не простой? Я считаю, мне тут напоминает такая сказка про Колобка Колобок котився, докотився до гороха И может в какой-то момент вообще сникнуть То есть мы понимаем, чем больше времени проходит Эта сумма все уменьшается, уменьшается и уменьшается Нам, народу или средства массовой информации не показывают А реально, какая сумма вкрадена И поэтому в этой мутной воде Оцей Колобок может стать вообще ничего И тут, напоминаю, мне такая приказка Грабуй на грабоване Тобто вот есть час за 2,5 года И была спецконфискация Мы проголосовали за спецконфискацию За очное засуджение У нас заступник генерального прокурора За эти 2,5 года, я хочу вам сказать, что накопились уже и другие обвинения Громкие, помните обвинения Гордиенко В разорвании средств с предыдущим правительством Уже эти деньги, наверное, пора возвращать Так вот, заступник генерального прокурора в лютому месяце каже Что, никакой копейки из активов Януковича не повернута в бюджет Никакой копейки Иван, а когда эти деньги, ну хотя бы какая-то часть, сложно оценить Но речь ведь идет, наверное, скорее всего О сотнях миллионов долларов точно, если не о миллиардах Когда мы можем их увидеть и благодаря чему? Вот Сергей заговорил о законе спецконфискации Знаете, это как гадать на такие кавовые гущи, когда Но абсолютно точно, что в бюджете на наступный рік Уряд планует полтора миллиарда И уже закладены они, как доходы бюджету От спецконфискации, от повернения тех денег, которые были накладены А о какой спецконфискации мы говорим? Мы уже 5 вариантов закона видели Два из них, напомню, авторство Народного фронта Несчадно раскритиковали в Европе Если Народный фронт и сейчас будет настаивать Именно на своих редакциях закона А вы будете за это голосовать? Мы за эти законопроекты тогда не голосовали И сейчас не будем У нас были очень серьезные аргументы И я, до речи, на этом хотел бы немного остановиться Вот, по-перше Все механизмы, сейчас существующие Для того, чтобы повернуть на грабованные деньги Януковича и его банды И эти механизмы Но нет желания, я правильно продолжаю В действующем Криминальном кодексе и Криминально-процессуальном кодексе Нас просили в парламенте Проголосуйте закон про заочное засудование Яке надасть можливість без присутності особи Виносити вироки И за цими вироками, в том числе, повертати кошти Парламент проголосував за заочное засудование Чи є хоть один вирок по заочному засудованию? Жодного Жодного вироку за всі ці роки А як Про что говорить Ви правильно сюжет показали Про что говорить Латвийская влада Вони кажуть Дайте нам решение Вашого суду национального Про те, что эти люди у вас вкрали И тогда мы готовы эти деньги повернуть Якщо буде підстава Нема підстав Нема рішень Тому Безумовно, що Слідство провалилося І зараз намагаються Підчистити ці речі Шляхом закону про слід Тепер о других следствиях І о других приговорах Которые мы ждем І о которых не приведи господи І эти следствия проваляться Этой осенью Страна хоче увидеть Продолжение антикоррупционного Такого себе сериала За которым наблюдала Этим летом Громкие посадки Вспомните Показательные обыски Арестанты с многомиллионными взятками В карманах Громких дел накопилось Очень много Накопилось И пока застряло в судах Там же Кстати и дела прошлогодние Находятся Кто и когда Будет разбирать эти завалы И доживем ли Хотя бы до одного Громкого разбирательства И приговора Елена Механикова я сняла Громкие задержания Показательные аресты На глазах У изумленной публики Чиновники Судьи Прокуроры Их ловят на горячем Обыски Погони И даже перестрелки Все как в детективах Коррупционеров Разоблачают Одного за другим Сажают Единицы Такие гучные затримания Протягом Дорогая консервация Дорогая консервация Прикопанная в тайном месте Вот за этим забором Рабочее место Беглого судьи Чауса И хотя самого Чауса Тут уже давно нет Его рабочее место Все еще есть Теперь в его Заль заседаний Его же делами Занимаются коллеги Но не бывшие Чаус до сих пор не уволен Он займал Одно из цих Крицел Где же сам беглый Служитель эфемиды Пожимают плечами Нам не ведомо Да он перебывает Сначала считался Хорошим Судью Но на хорошем счету Но все судьи хорошие Эксперты Трансперенси Интернешнл Украина Проанализировали Судейские приговоры По взяточникам Разного калибра И раскрыли секрет Преступлений Без наказаний Уж очень сильно Бросаются в глаза Когда за маленькую взятку Люди получают Жестокое наказание Жесткое наказание А за крупную взятку Вот отделываются Испытательным сроком Выгоднее помогать Больше Больше шансов оправдаться А вот в НАБУ Не считают Что если дело в суд Попало То и пропало Я просил бы вас Не засосовывать Слово Розсипается Все справи Скорованные до суду На жаль Они не имеют точных решений Есть пример Затягивания Розвития Затягивания А затягивания С чем связано? В связи с тем Что не реформована Судовая система Значная частина справ Розваливается Через проплату Незаконного суда Тобто через хабар До суду Но так же и через По-перше Непрофессиональность На этапе досудового Судового следствия Правоохранных органов Один из последних Громких коррупционных Скандалов Пойман на взятки В 200 тысяч гривен Замгубернатора Киевской области Генпрокуратура Подозревает Что к делу причастен И сам губернатор Теперь уже бывший Максим Мельничук С ним вообще Детективная история Он исчез Но мы его нашли У него же дома Приводим дом До ладу Зрозумите мне Правильно Там все Вегном Во дворе Взломанные двери После обыска Ну это уже Мы демонтировали Вызвали Майстров Потому что Там была Дуже В ожидании Хозяина Осматриваем Двор Двор 9 соток Дом 360 квадратов Не обращайтесь Тушки Привив себе в порядок Вы не убегали никуда Ну а какой мне смысл убегать Если был бы смысл убежать Так я бы уже убежал У меня была запланирована Поездка с друзьями Жена губернатора Показывает фото обыска На момент обыска Если здесь Увеличить Вот все наши паспорта Никто не собирался Никуда бежать и уезжать Все наши документы На дом На недвижимость На машины Экс губернатор Говорит к скандалу Со взяткой не причастен За неделю до этого Вообще уволился В отставку я подал еще 31 августа А причина? Причина другая работа А вот у генпрокурора Другая версия Внезапного увольнения Губернатора По его словам Взятка предназначалась Именно ему а не заму Но Мельничук Считает Луценко Почуял что по его следам Идет прокуратура И ушел в отставку Я был На допросе В прокуратуре Притом Без повестки Я пришел сам После каждого громкого Коррупционного скандала Вопросов больше Чем ответов И часто сами силовики Будь то МВД НАБУ Антикоррупционная прокуратура Или ГПУ Тому причина Если Иван Но проблема Не рейтинг Об избирательной Об избирательной Власти Недоверной Как называемой Время Удалерной Удалерной На месте На месте Событий Без Недоверной Я считаю Что завтра И послезавтра В Киеве заседатиме Комитет Парье Який Займается Питанием Свободы слова И я думаю Что там Питания И с телеканалом Интер И с нападками Иван Данные о том Что произошло В нашей редакции А также данные Результаты Независимого Депутатского Расследования Которые провели В оппозиционном блоке Уже более недели Лежат на столах Всех ведущих Дипломатов Европы В посольствах Об этом знает уже весь мир Спасибо вам за этот разговор Иван Крулько Сергей Мищенко Спасибо что пришли Ну а мы же с вами продолжаем Еще одна сфера В которой никак не могут Победить коррупцию Это медицина Сфера эта напомню До сих пор обезглавлена Уже полгода Как в стране Нет министра здравоохранения Страна ждет Не только своего главврача Ждет и обещанных реформ Изменений Ну не то чтобы и нет Отрасль Периодически лихорадит От нововведений Вот и на этой неделе Люди вышли на улицы Против изменений За протестом следила Павлина Василенко Вся минувшая неделя Прошла под аккомпанемент Забастовок врачей У стен Минздрава Голодают Профсоюзные активисты Во Львове Дорогу перекрывают Работники скорой помощи Не могут прожить На одну зарплату В Днепре блокируют Движение машин пациенты Их просто поставили перед фактом С первого октября Этой районной поликлиники И четырех стационарных отделений Больше не будет Но появится амбулатория С тремя врачами Сто семьдесят медиков Выбросят на улицу Забрали 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 Эту больницу Железная дорога Передала на баланс городу А он такую ношу на себя Брать не захотел Железная дорога Отказалась От этой больницы Они не отказываются Укр залезницы отказали Люди не отказываются Укр залезницы Здесь не дошли На дорожке После недели протеста Власти пошли на попятную Говорят Больницу больше трогать не будут Люди поднялись Поэтому теперь Вы с нами разговариваете А это Макеевская сельская районная больница В Черниговской области Хоть и пережила И революцию Вторую мировую Новую медреформу Пережить не смогла Летом ее закрыли Теперь здесь амбулатория На медицинском сленге Оптимизировали Ничего нет За этими веками Чиновники от медицины Постановили Больница не положена По нормам Не более 60 коек На 10 тысяч населения А в селе Менее двух тысяч жителей Я навіть говорить не можу про це Я живу тут И Ну шкода Дуже багато людей Стареньких у нас Яким потрібна допомога тут Для защиты своей больницы Люди и митинги устраивали И в район ездили Не помогло Чиновники сказали На все экстренные случаи Будет приезжать Скорая помощь Медреформа Передбачаю За 20 минут Довозиться В округ Господа Это нереально Это нереально для наших Медсенций Не можем по такой дороге Если бы здесь В селе Днепровской Черниговской области Ждали милости от государства Медицины тут не было бы Говорит местный врач Медреформа Сюда пришла еще три года назад В селе Закрыли стационар Осталась только Амбулатория С семейным врачом Проблема Вообще здравоохранения И всех систем здравоохранения Это На вложенные деньги Дать максимальный эффект То есть на сколько они даются А у нас Вот до этого времени Была система такая Сколько не вложить Здравоохранение Все уходит в песок Вот так выглядит медицинская Самоорганизация в действии Эта скорая помощь Добирается максимум 120 минут А это нормативное время До пациента В любом из 13 сел района Пока выключили лекаря Лекарь позвонил водителя Водитель пока выехал Забрал девчат Пока доехали Бывает что они встегают Что Минздрав нынче нам готовит Узнать не удалось В ведомстве Времени для интервью не нашли А на сайте висит Старый проект реформы Вдумайтесь Наследство от попередников Еще одиннадцатого года И о министра здравоохранения Ульяна Супрун В Крафевницком Куда приехала с рабочим визитом Рассказать о своем проекте Медреформы Отказалась Дитя Я зараз приехала До наших гостей Наших гостей Я с ними буду Спелковаться Реформа Реформа первичного звена Она Город не спасла То есть А село Можно так сказать Уничтожила Манипуляция с терминологией То есть То что вы говорите Закрытие больниц То есть Нам Преподносят Под термином Оптимизация Медицинскую реформу Минздрав обещает Представить Уже на следующей неделе На заседании Кабинета министров Павлина Василенко Наталья Грищенко Елена Брынза Вадим Ревун И Павел Лысенко Подробности недели Телеканал Интер Олег Муси К нам присоединяется Занглавы комитета По вопросам здравоохранения Народный депутат Партия Народный контроль Спасибо Олег Что пришли Здравствуйте То что увидели в сюжете Вот это сокращение больниц Вы как это оцениваете Как реформу здравоохранения Проблем для выживания системы Не то что реформу А профанацию Реформи охраны здоровья Насправдя ничего Спильного с реформованием Вона не имеет Это приведение Жалюгидного стану Того что залишилось От системы охраны здоровья До жалюгидного стану бюджета И насправдя Это величезный минус Тому что Те заклады охраны здоровья Яки рятуют людей Вони повинны Знаходиться поруч Как правило И они повинны Надавать адекватную медичную допомогу Но мы видим Что нет инфраструктуры Нет хорошего обладания Кадровый голод И решения Позапарламент Какие прогнозы вы можете сделать От таких действий На ближайшую перспективу Но возможно Это увеличение смертности К сожалению У меня Закрадается Такая Великая подозра Что Что делал Попередник Теперешнего уряда Яценюк И сейчас продолжает Это уряд Это Знищение Украинского народа Не побоюсь этого слова Через неадекватную систему охраны здоровья В отсутствие политической воли Щодо реформ Починаючи с президента И заканчивая Верховной Радой Яка системно Попри наполягание комитета Где прописана вся реформа охраны здоровья Еще півроку тому Зареестрованы Вси необходимые законопроекти И саботует Голова Верховной Ради Не вносит на розгляд Верховной Ради Необходные законы по реформу Натомисть Нас позбавляют Нашего ж конституционного права Как народных депутатов Призначити Відповедальну За Министерство охраны здоровья Министра Уже полгода у нас Министра Но сейчас говорят об исполняющем обязанности Ульяне Супрун Как вероятным Главе Ведомства Ульяне Супрун Удастся сломать эту систему И по-настоящему реформировать Министерство охраны здоровья Пошли после летних каникул Пообещала Представить на заседании Комитета С вопросом охраны здоровья План реформ Пообещавши Что Той план Який Був затвердженный Комитетом И парламентскими слушаниями И коллегией Министерства Вин будет нею приняты Но действия и заступники Мы видим совсем Навпаки Чтобы не пошли Знову тем самим шляхом То есть вы хотите сказать Что парламентский комитет Не поддерживает Кандидатуру Супрунна? Если Вона прийме Реформу Парламентского комитета И ту реформу Я напрацював Еще будучи Министром охраны здоровья Якая абсолютно До выполнения Вже готова То я думаю Шансы На поддержку У нее будут Если Вона не пойдет А пойдет своим Особным шляхом И каким Вона намагалась Реформовать Экстренную медичную Допомогу Через парамедицину И мы бачили реакцию Суспільства И реакцию медиков То шансов у нее нет Понятно Давайте о другом вопросе Уже более чем 2 года У нас продолжается Один и тот же скандал С вакцинами Уже на сегодняшний день Вроде бы и закупки начались Ну по крайней мере Та же госпожа Супрун Об этом отчитывалась Но пока в больницах Их в регионах нет Как говорят мои журналисты Мои коллеги Которые следят за этой ситуацией Что нужно изменить в системе закупок Чтобы вакцины были В каждом отдаленном селе Чтобы от их недостатка Не погибали дети Как пример Есть несколько факторов Первый фактор Это перевести в закупки В систему Прозоро Вместо международных закупок И те международные закупки Они были совершены Они себя почти дискредитировали И до речи Уляна Супрун Мает прямое отношение Разом со своей командой Яка не позволяла месяц Онкологическим препаратам Яки лежали на складе По дитячей онкологии Размитнеть их И завести на территорию Украины Это уже мает До него отношение Безпосредо новая команда МОЗ Найоптимальнейшим И неправильнейшим шляхом Было бы побудувати И сприяти Заводам Виробникам на территории Украины Мати свои заводы Яки будут самі забезпечувати Украинців Цим шляхом поки що А препарати нужного качества У нас могут уже допускати? Однозначно У нас фармацевтична галузь Одна из проведних галузей В Украине Вона має сертифікат ГМП Международний И навіть Оці закуповлі Через международні организації Два Украинских заводи Виробники Взяли участь В міжнародному тендері І вони були Закупили Препарати Спасибо вам за этот разговор Олег Мусий Замглавы комитета По охрані здоров'я Верховної Ради України Был нашим гостем Ну а мы с вами продолжаем Вопрос здоров'я Кстати внезапно Стал одним из главных Предвыборной гонки в США Вся страна Стала изучать Историю болезни Хилари Клинтон С особым упоєнням Это делали конечно же Оппоненты кандидата Демократов Республиканцы Они разве что инвалидом Хилари не объявили Пока она не появилась на публике Но Клинтон вернулась В каком состоянии И как ее слабость Может отразиться На избирательной кампании Дмитрий Анопченко разбирался Она снова встаю Идеальный макияж Уверенная улыбка И выглядит бодро Словно ничего и не случилось Словно и не было Этой затянувшейся паузы Когда вся страна обсуждала Что там такое с Хилари Северная Каролина Минувшая пятница Первое появление миссис Клинтон На публике После болезни Понятно что все ждали ответа Как здоровье И Хилари с этого начала Чтоб вопросов не возникало Мол только простуда С кем не бывает Зал вежливо посмеялся Но даже самые искренние Сторонники Клинтон В глубине души Теперь побаиваются А не проявятся ли симптомы Политической пневмонии Снова Ударив и по кандидату И по рейтингу демократов В прошлом она очень тяжело болела И сама об этом говорила И Билл Они тогда считали что это Самый серьезный удар По здоровью За всю ее жизнь У нее была гематома Тромб Мозгу Это очень серьезно И все это знали Но как-то подзабыли Когда началась кампания Понятно что теперь Опасаемся Когда она стала Кандидатом в президенты В начале скандалы С электронной почтой Бывшего госсекретаря Теперь еще и здоровье И никто в ее команде не знает Что еще может появиться За два месяца Оставшиеся до выборов Еще в начале лета Лидерство Клинтон Выглядело неоспоримым Казалось Место вот здесь В Белом доме Ей попросту гарантировано Что там журналисты Даже в протоколе Начали обсуждать А как в дальнейшем В официальных сообщениях Именовать Билла и Хиллари Ведь и он Президент Клинтон И она Скоро станет Президент Клинтон Нужно что-то придумать Чтобы не запутать публику Но публика Запуталась и сама И куда раньше Когда чудак Из провинциального городка На западном побережье Придумал для соседей Новое развлечение Шутки ради Запуская в воздух Фанерные фигуры Клинтон и Трампа Он и не подозревал Насколько оказался Близок К реальности В жизни все Словно как в небе Над Калифорнией Соцопросы Вначале показывали Значительный отрыв Хиллари От Дональда Трампа Потом Небольшое преимущество А вот теперь Соперники То догоняют друг друга То вырываются Вперед А что Людям нравится Здесь ведь все по-честному Все как в жизни А еще в этой кампании Они словно поделили роли Трамп нападает Клинтон Ушла в оборону Заняла позицию Когда она просто Не может быть Громогласной и резкой Ведь обязана Отличаться от соперника В итоге Кандидата демократов Очень часто В ситуации Догоняющий У Трампа Другая история Он так долго Атаковал всех И вся Что теперь похоже Пытается Чуть притормозить Его избиратели И так при нем А тех Кто еще колеблется Теперь пытаются Не отпугнуть Поэтому даже в истории Со здоровьем Клинтон Трамп неожиданно тактичен Просто решил не комментировать Запретил и команде И молча добавляет Себе очки Спокойно глядя Как его работу делают Другие Во все обсуждая Здоровье конкурентки Что интересно Вокруг Трампа Столько скандалов И в связи с прошлым Его жены Модели И в связи с так называемым Университетом имени Трампа Оказавшимся фикцией Но бизнесмен И шоумен Умудряются каждый раз Сухим выходить из воды Знаменитая фраза Мадонны Все пиар кроме некролога Это как раз От таких как Итальянский премьер Берлускони Или Дональд Трамп Вот почему он с таким нетерпением Ждет первых Президентских дебатов Которые пройдут Через неделю Перепалка Лицом к лицу Явно будет еще более яркой По опросам каждый третий Американец Будет смотреть дебаты В прямом эфире Пятая часть избирателей Пока ни за Трампа Ни за Хиллари И после шоу Они вполне могут сделать выбор Если и не умом То на волне эмоций Ведь невозможно предсказать Что будет говорить Трамп Опять повторится О строительстве стены О депортации иммигрантов И преступников Или наоборот Будет спокойным И конструктивным В американских университетах Где пройдут дебаты Теперь не до учебы Даже девчонки-черлидеры Бросив свою команду по бейсболу Теперь агитируют Мол обязательно послушайте дискуссию Нью-Йорк Таймс разузнала Оказывается в штабе Хиллари Уже месяц как оврал Его сотрудники изучают Прошлое Дональда Трампа Анализируют его выступления И даже нашли человека Который может имитировать Трампа для репетиций Сам же Дональд Не скрывает недовольства Мол приходится Тратить время на подготовку А он намерен импровизировать И какую бы стратегию Не выбрали оба кандидата Что Трамп, что Хиллари Все решится именно на дебатах А они и пройдут В ближайшие недели Из Вашингтона Дмитрий Анопченко Юрий Романюк Американское бюро телеканала Интер И прямо сегодня Еще одни выборы Правда, совсем без интриги В отличие от американских Но если в США До сих пор непонятно Хиллари или Трамп То в России Еще задолго до дня голосования Было понятно Что правящая партия Власть не отдаст Но эти выборы скандальны Не только своей предсказуемостью Главным вопросом стал Крым Там тоже организовали Голосование сегодня Отечественный МИД Назвал эти выборы Нелегитимными Российские диппредставительства В Украине Несмотря на запрет Нашего МИДа Все же открыли пункты Для голосования Своих граждан Но и не обошлось Без скандалов На радость Кремлевским СМИ Туда подтянулись Радикалы И устроили акции протеста Елена Механик Расскажет больше Она на связи Возле с нами Возле связи Возле российского посольства В Киеве Лена, я тебя приветствую Скажи какую картину Что ты наблюдаешь сейчас И насколько громко Было у ДИП Представительство Днем сегодня Вечер добрый, Алексей Ну, насколько Можете сейчас увидеть Здание Больше усиленно Не охраняют Всего-то несколько Бойцов Насгвардии И несколько Полицейских Под самим посольством Все спокойно Не сравнись с тем Что тут было в первой Половине дня Несмотря на усиленную охрану Потасовок Избежать не удалось Они периодически возникали То тут То там Активисты и свободовцы Которые взяли в осаду Здание Всячески Препятствовали людям С российскими паспортами Которые пытались Пройти внутрь И проголосовать Вот собственно Вы можете посмотреть Как это все происходило Был Люди Яки намагались Зламать паркан Все было зафиксовано На відео И Деяки из них Было затримано По данным полиции Задержано Трое нарушителей Спокойствия С восьми утра Внутри посольства Были открыты Участки Для голосования На выборах В Госдуму России Хотя в Украине Официально запретили Официально запретили Проведение выборов На своей территории За аннексию Крыма Но вот в чем дело По дипломатическим законам Посольства Это территория России и Украины Не в силах запретить Организацию Участков Внутри посольств Или консульств И поэтому Тут установили С утра Урну И собственно Было само голосование Неспокойно Было целый день Не только в Киеве Но и в Одессе Быстро Нарушители начали Нарушать общественный порядок Оказывать неповиновение И лезть в драку К сотрудникам полиции Вследствие чего Нами были задержаны Четыре человека И доставлены в отдел полиции Само сегодняшнее голосование В посольствах и консульствах Вряд ли будет иметь Какое-то значение На федеральном уровне Из-за того, что проголосовало Не так много человек Всего-то сто А вот сами эти выборы Стали причиной большого скандала В течение недели Их уже успели прокомментировать Во многих странах И в частности В США и Европе Уже заявили Что не признают Выборы в Госдуму В Крыму Россия на полуострове Организовало голосование Несмотря на протест Украинского МИДа Алексей Спасибо, Лена Это была Елена Механик На связи с подробностями недели Ну и Чем на этой неделе Украина Может похвастаться Так это Безусловно Спортивными достижениями Боксер Александр Усик Стал чемпионом мира В тяжелом весе По версии WBO В бою за титул Украинец победил Поляков Шиштофа Шиштофа Из них 41 Золотая Украина Это тоже рекорд Мы поговорим с вами уже в следующее воскресенье В подробностях недели Спасибо, что смотрели До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok